Герасим Лебедев Любой учебник по истории бенгальской литературы раздел «Современная драматургия» начинается со слов «Современная драматургия была основана выгодцем из России Герасимом Лебедевым». Итак, Герасим родился в 1749 году в Ярославле в семье Мещанина. Когда мальчику было 7 лет, отец отдал его в подмастерье к немцу-сапожнику. И немец играл на скрипке. И мальчик учится играть на скрипке так, что становится одним из лучших скрипачей своего времени. Потом, когда он уже молодым человеком будет играть на скрипке в Европе, в Германии выйдет книга об особенностях игры Герасима Лебедева. Его игрой восторгался Гайден и Бах. По преданию, Бах слушал, как играет Герасим, потом встал со стула, обнял этого юношу и пожал ему руку. Это высшая похвала, высший как бы эталон признания. И вот игра на скрипке открывает перед Герасимом все двери, включая двери дворца Екатерины Великой. Екатерина решает включить его в посольство графа Разумовского и отправляет его в Европу вместе с этим посольством. И там Герасим ездит по Европе и играет на скрипке, покоряя там всех слушателей своей игрой. И при этом открывается одна особенность. Герасим очень быстро выучивает любой язык. В какой бы стране он ни находился, через две недели он начинает говорить на этом языке. Так он выучил несколько языков, там французский, немецкий, английский. И когда он уже был в Лондоне, он решил покинуть посольство и отправиться в Индию. Он садится на корабль и плывет в Калькутту. И в Калькутте, выйдя на берег, он стал первым делом играть на скрипке. Это сразу принесло ему богатство, нереальное богатство. Англичане платили большие деньги, чтобы послушать его игру, там приходили на его концерты, то другое. И когда у него появились деньги, он решил основать Бенгальский театр. Он обратился к вице-губернатору, и тот ему выделил землю на улице Эзры. И Герасим на свои деньги строит здание театра, и ему подыскивают труппу актеров. Он платит им хорошие деньги и сам переводит с французского языка пьесу Джорделя, адаптируя ее под бенгальскую реальность. Эта пьеса пользуется огромным успехом. Со всей Бенгалии приходят люди, чтобы послушать пьесу на бенгальском языке. До этого современная драма была только на английском. Конечно, в Бенгалии была старинная драма, называется «Ятра», но там в основном история из Махабхараты. А здесь именно современные с французского языка перевели и все такое. Бенгальский народ поднялся, просто приходили толпы людей, ждали у входа в театр, там ночевали на площади. Такое началось, что правительство Англии обеспокоилось. Они испугались, что бенгальцы под этот шумок вспомнили о своей независимости, о своей самодостаточности, и попытаются скинуть с себя это правление Англии. И тогда Герасиму решили задвинуть. Сначала переманивают его трупу. Его актерам дают большие деньги, чтобы они ушли в другое место. Они уходят, Герасиму не сдается, находит другую трупу, начинает ставить с ними пьесы, потом сжигают его здание театра. Он хочет строить новое здание. И потом уже, ну ты не понял, что ли, ему говорят, английские власти сажают его на корабль и отправляют обратно в Англию. Он возвращается в Россию и там пишет книгу по грамматике индийских языков, что-то такое. Докладную записку на имя Александра Первого. И в принципе работает в Министерстве иностранных дел, как раз в этом отделе эндология.